Самоуправление Большие ученые, меньше заключенных Больше ученых, меньше заключенных ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Уважаемые коллеги! В первую очередь хочу поздравить нас всех со вчерашним днем студента. Нас всех, потому что студент это не временная какая-то форма существования, а это на всю жизнь. Поверьте мне, студенту со стажем, я сейчас не только депутат, заместитель руководителя комиссии по образованию, науке и культуре, но и доцент одной из кафедр, одного из наших вузов. И до сих пор я себя считаю студентом. И заодно, как говорится, и всех тайм, присутствующих здесь и отсутствующих. Им в своих общежитиях, в учебных группах передайте тогда от нас, от депутатов, пламенной прияты поздравления. Но сегодня мы не только поздравлять пришли в этот хороший морозный денек, но и о том, чтобы поговорить о какова ситуация в образовательном сообществе, в образовании в нашей дорогой родной России. В этом году вступит в действие новый закон об образовании. Каков он на выходе получился, я приведу слова одного из разработчиков, ну так скажем, иного варианта этого закона, который назывался «Образование для всех», депутата Государственной Думы Смолина Олега Николаевича. Он сказал, следующую фразу произнес, что этот закон в пять раз лучше, чем был в начале, но в семь раз хуже, чем был тот, от которого сейчас отказываются. В нашем варианте закона, закон об образовании для всех, были учтены все лучшие традиции советской образовательной школы, которая на протяжении нескольких десятилетий давала специалистов высокой квалификации, которые двигали науку, промышленность, работали в самых высших учебных заведениях и выдавали самые высшие знания. На сегодняшний день это настолько пытаются разбить, разукомплектовать, чтобы мы с вами не смогли в итоге получить специалистов высокой категории, которые бы служили верой и правдой российскому народу. Не стесняются японцы, у них стопроцентное получение у молодежи высшее образование. У нас на этом фоне идет сокращение высших учебных заведений, и недавно вы помните, знаете о том, что 10 сначала высших учебных заведений нашего Санкт-Петербурга, потом, правда, это все сократилось ровно пополам, но тем не менее пяти грозит просто-напросто ликвидация, потому что они по каким-то параметрам, в основном надуманным, не устраивают московских чиновников от образования. Я знаю, что есть огромные проблемы у ребят с получением общежития, с проживанием в этих общежитиях. Мы знаем о том, что не все в порядке и в ряде учебных заведений, и есть определенные таксы, и снижение бюджетных мест, и вот в том законе, в варианте закона, на котором мы настаивали, как раз эти все моменты и были учтены. Но, к великому сожалению, я, когда докладывал на рабочей группе поправки, принятые на нашем законодательном собрании, их было 17, так вот из этих 17 поправок там в Москве не прошла ни одна. В лучшем случае около половины нам удалось каким-то образом присовокупить к другим поправкам. Примерно половину вот от этой половины было принято. Это тот мизер, на который сегодня способны чиновники, московские представители Минобра. Сегодня мы говорим, что борьба за высшую школу, борьба за студента, который будет уважать себя, потому что его уважает государство. Нами будет продолжено. Знаете, ребята, в законодательном собрании, в Государственной Думе, есть люди, которые думают о вас и борются за вас. Вместе мы победим. Спасибо. Приветствуйте, это Витя Воробьев, председатель... Спасибо большое Владимиру Яковлевичу Дмитриеву, депутату законодательного собрания. Нам очень радостно, что вы победите. И депутаты законодательного собрания готовы говорить о студенческих проблемах. Меня зовут Виктор Воробьев, я представляю Российский студенческий союз. Я хочу поблагодарить всех тех, кто сегодня пришел сюда. Нас, конечно, сегодня здесь мало, но, как известно, настоящих буйных мало. Но я все равно очень рад, что все мы здесь сегодня собрались, несмотря на холод, чтобы выразить наше отношение к последним преобразованиям в образовании, к списку неэффективных вузов, к другим проблемам. Я хочу сказать, что Российский студенческий союз тоже очень сильно озабочен тем списком неэффективных вузов, которые Министерство образования составило по совершенно нелепым критериям. Ведь, вдумайтесь, одним из критериев, по которым оценивались вузы, было количество площадей, которые само Министерство образования им выделяет. Как они могли его увеличить? Или количество доходов, хотя вуз некоммерческое учреждение. Или количество иностранных студентов, хотя во многих вузах вообще иностранных студентов практически нет. Или научная работа, которой дают прикладное образование. Этот список, он, конечно, абсолютно бредовый. И мы надеемся, что те вузы, которые даже были признаны неэффективными, они в результате этого не очень сильно пострадают. Конечно, уже ничего сделать нельзя, их будут не организовывать, но, как вы знаете, возможно, совсем недавно председатель Российского Союза Артем Хромов был избран уполномоченным по правам студентов в РФ. И мы со стороны Российского Союза обещаем, что мы будем стараться защитить все права студентов при неорганизации вузов, чтобы никто не был втиханя отчислен из вуза под предлогом этой неорганизации, чтобы все студенты, которые начинали свое образование, даже в так называемых неэффективных вузах, смогли его окончить. В ближайшее время, кроме того, как анонсировал Российский Союз, когда Артем Хромову утвердили уполномоченным по правам студентов, откроются общественные приемные уполномоченного в Петербурге и в Москве. И мы хотим сказать, что вне зависимости от политических взглядов, вне зависимости от взглядов на неформу образования, мы готовы защищать права любых студентов, которые обратятся в Российский Студенческий Союз за защитой своих прав. Нам не важно, левые или правые, за платное образование или за бесплатное, если нарушаются студенческие права, то мы всегда готовы прийти на помощь. Мы рады, что сегодня здесь собрались студенты со всем разным взглядом, хоть нас сегодня здесь и немного. Я хочу сказать самое главное. Не останавливайтесь, боритесь за свои права, и победа будет за нами. Спасибо. Теперь давайте снова передадим слово более старшему поколению. Приветствуйте, это Владимир Волоконский, автор новостей СПБГУ, который делает, в принципе, очень правильное дело. Вас слушаем. Так, здравствуйте. Я действительно, вот в кои-то веки меня поставили как представителя старшего поколения, забавно, да. Ну, в общем, я что хотел сказать по поводу того, то тело, по поводу которого мы сегодня собираемся, вот этого самого студенческого самоуправления, студенческого марша. Дело в том, что я вот за последнее время думал, у меня несколько изменилось мнение по поводу одного вопроса, который, на мой взгляд, актуален. Что делать студентам в ситуации, когда вот их университет реорганизуют, еще что-то такое происходит, какие-то вот такие вот подвижки, какого-то из начальников увольняют, какого-то назначают. Раньше я думал, что если какой-нибудь из кланов в университете начинает борьбу против другого клана, то не надо в этом участвовать, потому что это, в общем, неправильно. Да, потому что это просто одни чиновники борются с другими за контроль над финансовыми ресурсами. Однако на практике, во-первых, все равно найдутся те, кто присоединятся к этому клану и поддержат его от числа студентов, например, или еще что-нибудь о том дуть. Поэтому я думаю, что нужно пользоваться всеми такими разладами в чиновниках университетских, институтских и так далее, для того, чтобы продвигать свои задачи решать, для того, чтобы добиваться улучшения положения студентов, добиваться самоуправления, добиваться условий в общежитиях. Дело в том, что в этот момент эти самые чиновники максимально уязвимы, готовы только ради того, чтобы на них не набрасывались даже те незначительные силы, которые у нас есть, на самые разные уступки студентам. Поэтому надо пользоваться ситуацией, ловить момент, и в этот момент, соответственно, добиваться, чего можно добиться. Вот. Ну, второе, что я сегодня пришел, я сегодня пришел, как обычно, со своей кубышкой. Кубышка со сбором помощи фонд политзаключенному задержанному в Петербурге. У нас, в общем, много бывает ситуаций, когда задерживают людей на митингах, в том числе и подобных нашему. Поэтому довольно часто нужны средства на юридическую помощь, на опенки и прочие полезные вещи в отделах полиции. Ну, и, кроме того, у нас полно политзаключенных, и, кстати, среди них есть немало ученых, которые были осуждены за всякий шпионаж и прочие подобные обвинения. Больше ученых, меньше заключенных! Ученых, меньше заключенных! Больше ученых, меньше заключенных! Спасибо! Давайте снова приветствуем нас, студентов. Это в этот раз уже студенческое действие, Полина. Здравствуйте все, меня зовут Полина. Я представитель студенческого незавимого профсоюза студенческого незавимого профсоюза. Ура! Да, ура! Мы очень рады, что мы собрались сегодня здесь, несмотря на холод, ужасный ветер. Я постараюсь так что говорить быстро и внятно, чтобы скорее закончить все замечательные мероприятия. Кто такой студент? Студент это тот, кто выходит на улицу, тот, кто отстаивает свое мнение, тот, у кого оно есть. Студенты всегда были самой прогрессивной частью общества. Они не боялись свободно мыслить, свободно высказывать свои идеи и добиваться того, чтобы их мнение было услышано. Наверное, именно поэтому перед Новым годом смесившийся блин, так сами знаете, где я выдал нам новый закон, нового образования. Вот. И поэтому... Ты выключил, по-моему. И выключили теперь. Вот. Нам выплюнул этот ужасный закон, в котором нет ни слова про студенческое соуправление, нет ни слова про автономию университетов, то, что мы надеялись там увидеть, то, что мы хотели, то, что нам реально нужно. Зато там введена замечательная 91-я статья про обязательное изучение религии и тому подобные штуки. Вот. Там облегчена процедура отчисления студентов. Ну, в общем, весь этот закон очень плохо. Я думаю, что критику его вы можете спокойно найти в интернете и почитать. Но дело в том, что мы сейчас, мы студенческое действие, организуем кампанию по борьбе с этим законом. Мы сейчас формируем конструктивную критику и делаем поправки. И формулируем поправки. Мы призываем всех, кому не безразлична судьба нашего образования, присоединяться и формулировать конкретно, что мы хотим видеть в нашем законе об образовании, как мы хотим учиться, как мы хотим сами решать за себя. Видимо, чиновники считают нас совсем детьми и считают, что только они могут решать, взрослые, умные, пузатые дяди. Поэтому... Но это не так. Мы сами знаем, что мы хотим. Мы сами знаем, что должно быть там. Кто, если не мы, может сформулировать то, как нам учиться. Поэтому мы призываем всех саморганизовываться на местах, создавать группы, создавать группы единомышленников и бороться за свободное, бесплатное, качественное образование. Мы призываем всех здравомыслящих студентов присоединяться к нашему профсоюзу, студенческое действие и бороться вместе с нами за эту благую цель. Спасибо большое. Здравствуйте. Меня зовут Ирина Розумовская. Я просто художник. И просто в один прекрасный день вся эта состоплеска с нашим образованием коснулась нашего замечательного инетного художественного вуза Академии Штиглица. Когда наши предприниматели начали выгонять, и мы вдруг открыли наши очи и обнаружили, что Академия наша разваливается и что, в принципе, творить больше невозможно. И мы начали бороться за свою Академию, за нашу Альмовато, за наших учителей, за себя. И для нас было совершенно огромным открытием, что если просто быть активным, если бороться, то можно чего-то добиться. Поэтому я призываю всех студентов, я уверена, что не только в художественных вузах ситуация аналогичная, как в нашем вузе. Мне кажется, это вопрос уважения к себе, уважения к вашему ремеслу, к вашей профессии, к тому, чем мы всем занимаемся, потому что невозможно творить или делать науку или работать в таких условиях, в которых наши образовательные учреждения сейчас находятся. Поэтому давайте просто требовать то, что, в принципе, нам должно даваться. За наше образование. Давайте уважать себя. Знакомьтесь, это Федор Степанов. Здрасте, товарищи. Я представляю Ленинский коммунистический союз молодежи, но я, помимо того, что коммунист, я еще и студент. Я рад, на самом деле, что у нас студенты стали объединяться и что студенческий марш прошел на такой достаточно левой антикапиталистической волне. Это значит, что все-таки студенты у нас осознают свои классовые интересы. Жалко пока, что нас мало, но ведь это только начало, правда. И я надеюсь, что в дальнейшем нас будет гораздо больше. Вы очень много говорили уже и о системе образования, и очень много говорили и о этом пресловутом, никому не понятном рейтинге эффективных, неэффективных вузов. Я, например, могу рассказать, как у нас проходило это в нашем институте и как определяется этот критерий, в общем-то говоря, что подтвердит в очередной раз его нерепрезентативность. Мы, студенты радиофизики, в общем-то, должны изучать инженерные науки, а когда пришла москальская проверка, то спрашивать они у нас стали законодательную метрологию. Ну, в общем-то, то, что и могут проверить москвичи, потому что мозгов на то, чтобы спросить и проверить инженерные науки, у них нет. Они могут только собственные законодательные писюльки и проверять. Но, в общем-то говоря, если проверять студентов и кафедры на те предметы, которые они не изучают, то можно понять, какую, так сказать, объективность несет эта проверка. Вот, поэтому мы выступаем категорически за полную смену всей образовательной системы. Мы выступаем за образование для всех. Была куча лозунгов, говорили, что капитал – враг студента. Это так, поэтому все мы это все прекрасно понимаем. Хотим учиться бесплатно. Студент не должен зарабатывать себе на хлеб. Нормальных общежитий требуем. Вот что, поздравляю я с прошедшим маршем. У меня единственное пожелание – давайте, когда будет следующий марш, все позовем на него своих друзей, товарищей, других студентов. Активнее поработаем в сети, потому что направление у нас у всех правильно. Студент должен бороться, студент хочет бороться, и студент победит. Победит этот клятый буржуазный строй. Слава революции, слава знаниям, слава студенчеству. Еще несколько выступлений. Какое несколько выступлений? Да нет. Сейчас перед вами выступит активист молодежного движения «Молодежная солидарность». Слушаем его. Коллеги, я понимаю, что мы все замерзли и хотим погреться. Поэтому я буду краток. Меня часто спрашивают, зачем я хожу на эти акции. Так вот, почему я пришел сегодня, несмотря на мороз, в общем-то, мокрые ноги, холод. Почему я проратил свое время? В этом году поступал мой младший брат. Он занял последнее бюджетное место в нашем главном университете. Но когда он позвонил в приемную комиссию, ему мягко намекнули, что место давно куплено. И, в общем-то, ему приходить в университет и подавать документы не имеет смысла. Так вот, я хочу, чтобы такого не было. И я рад, что мои взгляды разделяют такие же люди, как и я, такие же студенты. Я рад, что мы выходим на такие акции. И я верю, что когда-нибудь они принесут свои плоды, и мы обязательно победим. Спасибо. Я надеюсь, что у вас сегодня был хороший день в хорошей компании. Спасибо. Мы почти заканчиваем. Но ради справедливости того, что у нас у всех разные взгляды, я хочу дать слово либертарианцам. Они слегка не коммунисты. Но давайте... Просто у них своя точка зрения на образование. А так как мы все-таки должны искать какой-то компромисс, давайте все-таки послушаем того же человека. Спасибо. Здесь много красных шарфиков, поэтому мне немножко неуютно. И неуютно было идти с лозунгами капитал-враг студентов. С черными флажками будет уютно. Ну, я сам у нас капиталист, поэтому с черными флажками мне уютнее. А с черно-шалтами. Да. Так вот, в течение 70 лет, а потом в течение еще 20 лет у нас была система образования, построена этими самыми коммунистами. Особо принципиально ничего не изменилось. Как руководили чиновники системы образования, так они и ей и руководят. Может быть, настало время попробовать по-другому? Если вас это не устраивает, то, что они выстроили. Может быть, настало время попробовать по-другому? Спасибо. Ну, я хочу просто сказать завершающие слова. Друзья, спасибо, что все сюда пришли. Хотя, вот опять, мы разных взглядов. С моей точки зрения, есть у нас все-таки большие точки пересечения. Потому что есть важная вещь студенческое самоуправление. Поэтому лично я считаю, что нужно двигаться в этом направлении. И здесь, вне зависимости от взглядов, права и свободы студента, они общие. Поэтому давайте активизироваться. И давайте, чтобы в следующий раз нас было больше. Это только начало. Все только начинается. Всего вам хорошего. Наш митинг заканчивается. Спасибо. И да, еще спасибо полиции за то, что была здесь с нами. И охраняла нас от всяких провокаций. Все. Всем хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok